Ну а в свою очередь профессиональное сообщество в оценках куда более сдержано. Конечно, суды присяжных это широко распространенная практика. Однако не только в России, но и за рубежом бывали прецеденты, когда решения заседателя оборачивались настоящим скандалом. О самых громких историях расскажет Елена Кузнецова. В 1993 году американские присяжные оправдали Лорену Боббит, которая оказалась на скамье подсудимых за то, что покалечила собственного супруга. Больше того, женщина и не думала отрицать очевидное. Она рассказала, что нанесла Джону тяжкие телесные повреждения. Однако вместе с этим подробно описала и то, как муж много лет издевался над ней. В итоге присяжные решили, что Лорена нашла единственный возможный способ остановить садистические наклонности мужа и признали ее невиновной. Почти под копирку история дела Айрис Пайн, которая, правда, убила благоверного. И хотя ее вина, по мнению экспертов, была полностью доказана, присяжные решили невиновна. Дело в том, что вердикт выносили в основном женщины. Так совпало, что среди присяжных их было большинство, а муж у Айрис был, прямо скажем, незавидной партией и отвратительно с ней обращался. Так что многие решили, присяжные женщины попросту пожалели женщину подсудимую. Вообще вердикт по логике свой, чужой присяжные выносят не так уж и редко. Например, суд в городе Бэйтаун, штата Техас, вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый короткий. Жители маленького городка признали большую корпорацию, виновной в пренебрежении мерами безопасности на местном заводе за 5 минут и 48 секунд. Причем 5 минут из них ушли на выбор председателя жюри присяжных. Часто вердикт диктует вопросы расы. Например, в США в 1993 году белые присяжные оправдали белых полицейских, которые при исполнении избили чернокожего мужчину. Хотя сомневаться в доказательности обвинения сложно, ведь в суде продемонстрировали видеозапись, на которой четко и ясно было видно, как стражи порядка бьют потерпевшего. Ну а в 1995 году был скандал наоборот, когда черные присяжные оправдали черного подсудимого. Да не кого-нибудь, а О.Джей Симпсона, знаменитого баскетболиста и актера, которого обвиняли в убийстве белой жены и ее любовника. Это при том, что к дому Симпсона вели кровавые следы и на его заднем дворе нашли окровавленную перчатку, а орудием убийства стал его нож. Да и само убийство было совершено с особой жестокостью. Голова женщины была полностью отделена от туловища, а лицо изуродовано до неузнаваемости. Но присяжные сказали, невиновен и вышел грандиозный скандал.